Здравствуйте! В эфире программа «Клуб заботы о себе» и я, ее ведущий, Александр Державин. Причин возникновения болезни много, но сегодня мы поговорим о паразитах, вирусах и грибах. Именно в этом многие современные ученые видят причину заболеваний. Именно вирусы, грибы нарушают функцию многих органов и систем и приводят к серьезным заболеваниям. О том, как можно избавиться от паразитов и почистить свой организм, мы поговорим с академиком медико-технических наук, генеральным директором компании «Де Холдинг» Татьяной Коноплевой. Татьяна, здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Почему так важно чистить свой организм? За последнее время в жизни человека очень сильно изменилась еда, вода и экология. И, к сожалению, это все привело к тому, что распространение вирусов, бактерий, грибов стало очень огромным. И, конечно же, это нарушает именно работу органов, систем, приводит к очень серьезным заболеваниям. Тем более, что в связи с нашим плохим питанием, они еще, к добаву, и мутируют, так скажем. Это приводит к очень серьезным проблемам. И, конечно, не только сами, сама их жизнедеятельность к этому приводит, но также и продукты их жизнедеятельности. Потому что они вырабатывают яды и химикаты, которые также отрицательно влияют на наши с вами органы. И мешают, соответственно, нашему здоровью. Скажите, вот все-таки вирусы, грибы, паразиты, вот с кем надо в первую очередь бороться в организме? Вы знаете, нужно именно соблюдать комплексный подход. Потому что нельзя справляться с кем-то одним. Потому что это сообщество, которое живет в нашем организме, оно тоже имеет свои правила и свои системы. Какие-то вирусы не живут друг с другом и бактерии, а какие-то, наоборот, укрепляют и поддерживают друг друга. Поэтому здесь именно важен такой плавомерный комплексный подход. Мы рекомендуем начинать именно в рамках нашей технологии работу начинать с вирусных инфекций. То есть сначала убрать вирусные инфекции, потому что они несут, наверное, самые негативные. Они сильно влияют на наш иммунитет и снижают его. Что, соответственно, способствует уже развитию бактерий и грибковой инфекции. Поэтому мы рекомендуем идти... Сначала мы работаем с вирусами, потом мы работаем с бактериями, потом мы работаем уже с грибковой формой инфекции. И последнее мы уже подходим непосредственно к гельминтам. Татьяна, а нужно делать диагностику для того, чтобы понять, с чем начинать работать по очистке своего организма? Диагностика крайне важна. Но, к сожалению, современные виды диагностики, которые присутствуют, они, во-первых, отличаются достоверностью. Во-вторых, огромное количество инфекций трудно диагностируется или не диагностируется в принципе. Например, как гельминты крайне сложно диагностировать, потому что, так скажем, место их жительства в нашем организме, оно может быть в разных... В принципе, практически невозможно. Но они там присутствуют, и нам надо с ними как-то справляться. Вот почему многие ученые сейчас, опираясь на современную теорию, приходят к такому выводу, что именно вирусы, грибы и паразиты являются причиной многих очень серьезных заболеваний? Ну, на самом деле, это истинно, это правда, потому что они разрушают естественный процесс нашего с вами жизнедеятельности, да, потому что сами по себе вирусы, так скажем, и прочие инфекции в нашем организме, они являются дисгармониками для нашего организма. То есть они не создают положительного резонанса в нашей системе. Они мешают правильной регенерации тканей, они мешают правильному функционированию жидкости в нашем организме и, соответственно, накапливанию, массовому накапливанию токсинов в нашем организме. А накапливание токсинов приводит в наш организм, прежде всего, к закислению. Я думаю, что вы тоже все уже слышали о том, что закисление организма, оно способствует... Ощелачивать организм, разбавлять, потому что кислая среда вызывает образование атипичных клеток, потому что размножение именно тех самых паразитов и грибов, они любят кислую среду. Да, они любят кислую среду. Татьяна, ну что же делать? Какой выход есть из всей этой ситуации? Вот, я так понимаю, организм грязный, это как душная комната, где пыльно, это как мотор, который глохнет, потому что нужно поменять масло, да, и все в нашей жизни требует обновления. Поэтому есть водная среда, которая все смывает, очищает. Точно так же наш организм требует, чтобы о нем заботились, чтобы его чистили, чтобы он нормально работал и функционировал. Что же делать? Какой выход? Ну, здесь, во-первых, конечно же, стараться вести, конечно, более правильный образ жизни, да, и все-таки заботиться непосредственно о более щелочной еде и ощелачивать. Ну и, конечно, вот то, что мы разрабатывали долгие годы, это вот технологии именно биорезонансной электромагнитной терапии, которые великолепно убирают, в общем-то, любые инфекционные, так скажем, формы, которые могут жить в нашем организме. Причем это происходит без какого-либо вреда непосредственно для организма человека и, соответственно, с максимальной эффективностью. Эффективность, которую мы получили в результате, так скажем, различных испытаний, это до 96%. Причем испытания мы проводили как, так скажем, и на жидкостях, на различных водах, так непосредственно на самом человеке, так и просто на, так скажем, инвитро, как это, так скажем, на чашках Петри, которые приняты в биологических институтах. То есть везде очень высокий процент результативности. Вы академик медико-технических наук. И я так понимаю, что понятие чистоты, оно является основополагающим в принципе работы этого прибора, о котором вы сегодня делитесь с нашими телезрителями. Ну да, в основу просто этих разработок легли теории и работы очень известных ученых с мировым именем. Это и Ханс Риквек, да, и доктор Райф, непосредственно американский ученый, который еще в начале прошлого столетия увидел впервые в истории человечества живой вирус, живую бактерию под микроскопом. И именно он создал первые наборы частот для уничтожения вирусов. Татьяна, а вот почему именно погибает вирус или погибает паразит? Вот расскажите более подробно, вот как эта частота, она что, не синхронизирована как-то с этим вирусом, она наоборот выше по диапазону? Вот какой вот самый конечный вариант воздействия на эту неблагоприятную микрофлору в нашем организме? Доктор Райф, он вот как раз вычислил, что каждая инфекция, каждый вирус, он имеет свой набор частот. И если подавать эти частоты, но в более, так скажем, более сильно, более высокой мощностью, то это приводит к гибели. Это можно сравнить с такими физическими процессами, которые, я думаю, известны всем нашим слушателям, когда высокий звук разбивает хрустальный бокал, да, или когда рота солдата идет по мосту, раскачивает его, и мост тоже обрушается. Вот приблизительно такой же резонанс электромагнитное поле вызывает в вирусе. То есть он не засыпает, он не прячется, он, так скажем, не перестает быть активным, он именно погибает. То есть это происходит именно гибель, непосредственно, так скажем, уничтожение полное. — Татьяна, вот как называется ваш прибор, о котором мы сегодня говорим? — Мы сейчас с вами говорим о одной из наших последних разработок, это прибор DeVito App Mini. Мини, потому что он вот такой маленький и очень аккуратненький. Все думают, что это мобильный телефон. — Меньше мобильного телефона даже. — Да, да, что это мобильный телефон, но на самом деле это прибор, который, на самом деле, мне кажется, может стать прекрасным помощником в качестве здоровья для любого человека. — А почему мы сегодня вот именно говорим в первую очередь о таком приборе, который чистит наш организм? Почему именно важно с этого этапа начинать очистки? — Этот прибор содержит не только именно антипаразитарные программы, он содержит также и детоксикационные программы. То есть, потому что когда вирусы, бактерии, грибы и тем более гельминты, они гибнут в нашем организме, образуется достаточно большое количество токсинов, связанное именно с этой массовой гибелью. Их тоже надо правильно выводить. Поэтому данный прибор содержит и детоксикационные программы, которые активируют нашу выделительную систему для того, чтобы вывод грязи из организма прошел комфортно непосредственно для человека. — Татьяна, вот мы начинаем с такого базового уровня, то есть мы чистим свой организм. Скажите, сколько по времени необходимо пользоваться этим прибором, чтобы окончательно почистить свой организм? — У каждого вируса есть свой инкубационный период. И, конечно, если непосредственно какое-то заболевание зафиксировано, что это есть, то лучше придерживаться непосредственно инкубационного периода каждого вируса. Но для тех вирусов, которые еще не переросли в серьезные заболевания, и носителями которых мы являемся, мы рекомендуем трехмесячный курс для массового снижения вирусно-паразитарной нагрузки на организм человека. То есть в течение трех месяцев человек не только уменьшает паразитарную нагрузку на свой организм, но он также и выводит достаточно большое количество токсинов за счет именно регуляции выделительной системы своей. — Я хочу обратить ваше внимание, что вы можете приобрести этот прибор и почистить свой организм. Звоните по телефону, который вы видите на экране, а также заходите на сайт и получите более подробную информацию о этой базовой программе очистки организма от вирусов, грибов и паразитов. Татьяна, скажите, а где стоит носить этот прибор? — На самом деле он очень удобен именно в рамках использования, поскольку он маленький, удобный. Его можно носить в любом кармане, можно носить на шнурочке на шее, потому что он легенький, и в общем-то даже тоненькие стройные девушки не чувствуют его тяжести. — А можно его подержать? — Да, конечно. — Отлично. Ой, слушайте, какой он легкий, очень удобный. — Радиус воздействия этого прибора метр, поэтому диаметром 2 метра он охватывает полностью организм человека целиком. Поэтому это очень удобно. — А во время сна можно его использовать? — Да, можно и во время сна. Это достаточно класть или под подушку, или рядом с собой, в принципе, как удобно. У нас многие люди используют даже для совместного использования ночью, когда муж с женой… — И работает на двоих? — Да, работает на двоих, потому что диаметр 2 метра он как раз охватывает полностью кровать. — Ну а сейчас настало время как раз поговорить о результатах, но прежде чем мы поговорим о результатах, мы уйдем на небольшую паузу. А я хочу обратить ваше внимание. Прибор, который я держу в руках, называется Devita Up. Он помогает почистить ваш организм. Удобный способ использования позволит вам это делать в любое удобное для вас время и в любом месте. На работе или дома вы всегда можете взять с собой этот прибор. Сделайте свой организм чистым с помощью прибора Devita Up. Попробуйте и убедитесь сами. Звоните и заказывайте по телефону, который вы сейчас видите на экране. Мы прервемся на небольшую паузу и вернемся к нашему полезному разговору. Вы уверены, что вы одни? В организме человека может проживать несколько видов паразитов и патогенных микроорганизмов. Заражение происходит через пищу и воду, грязные руки, домашних питомцев или других людей. Паразиты поглощают жизненно необходимые элементы, выделяют токсины, уничтожают клетки крови. Паразитарное заражение опасно тем, что отлично маскируется под другие проблемы. Расстройство пищеварения, простуду, невроз. Уникальное и безопасное решение для борьбы с паразитами открыл ученый-врач Ройл Реймонд Райф. Он выяснил, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам. Это стало простым и безопасным способом борьбы с патогенной микрофлорой. Разработки Райфа вошли в основу биорезонансных технологий, воплощенных в портативных устройствах Дэвита. Устройства эффективно и безопасно борются с паразитами, сохраняя здоровье организма. Дэвита. Проводите больше времени с друзьями, а не с паразитами.